Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Устроились на новую работу, сфера общепиток. Появилось много новых знакомств. Один из гостей и есть виновник моего рассказа. Молодой человек, женат старше меня на 10 лет, вдруг начал отправлять знаков внимания в мою сторону. К слову, на тот момент был в отношениях уже 7 лет, а женат пару месяцев. За все это время измены прочего у них не было. Кто цветы мне подарит, то приходит на мою работу по три раза на дню, довезёт до дома и т.д. Когда всё начало стремительно развиваться, мы виделись каждый день, но я испугался, ведь увозить мужчину из семьи я никак не собиралась. Долгие разборки, объяснения, что мне это не нужно, что он просто не догулял в молодости и повёлся на молодую меня, недели игнорирования его слёзы. И вот спустя 5 месяцев нашего общения он заявляет, что разводится, что всё рассказал жене. Тут, наверное, моя ошибка, что после этих слов я начала быстро расцветать по отношению к нему. Мы сняли квартиру, начали вместе жить, всё было просто отлично, но развод он так и не подавал. То времени не было, то не хотелось ему заезжать к жене за документами, то ещё что-то. Естественно, меня это начало настораживать, да и женская интуиция дала мне понять, что он просто не уверен до конца. В один вечер, когда я проводил время с друзьями, получил от него сообщение, что я не дома, я у жены, я понял, что если не сейчас, то потеряю её навсегда. Приехав домой, я собрала вещи и оставила ключи от квартиры. Не прошло и суток, как он одумался, сказал, что не знаю, чем думал, что он бежал от этой жизни. Но я снова вернулся, как он обнимает её, видит меня, мол, всё, понял, что не любит её, что хочет ко мне. Зачастливался навёшь на том, что я перестала полностью ему верить, никакие слова больше не работают. Я иногда пыталась его оправдать. Пытаюсь объяснить себе, почему он так поступил и что будет, если я его прощу. Мне гарантия, что человек не поступит так просто со мной. Просто поиграли, как секрушки от меня ушли, чтобы вернуться на следующий день. С словами мне нужно было это пережить, чтобы окончательно всё понять для себя, что я не люблю и хочу быть с тобой. Как вообще можно оценить эту ситуацию со стороны, пока я и на эмоциях, многого не вижу, всё ещё оправдываю его у себя в голове. Но как это выглядит на самом деле? На самом деле это выглядит так, что вы, испытывая потребность безопасности, выбираете к экрану, я бы сказал, деструктивный путь для того, чтобы её достичь. Ну то есть, да, вы хотите безопасности, и вы хотите гарантии. Выбираете вы для этого человека, который, мягко говоря, наверное, этому не соответствует, не могло. То есть, вы выбираете такого мужчину, который дать вам то, что вы хотите, прямо сейчас, да и, наверное, вообще не может. Он не может дать вам гарантии, потому что находится сам в ситуации несколько, ну, несколько травмирующей, несколько необычной, несколько, даже скажем так, экстремальной. И вы хотите от этого человека, ну, какую-то гарантию. Вы её не получите. Поэтому если вы хотите какой-то гарантии, то, наверное, вы выбрали, мягко говоря, неправильного человека для Apple, именно для реализации, для реализации своей потребности в, в безопасности, вот. Безопасность, так, свою, вы не получите. Но насколько является адекватной ваша потребность в этой самой безопасности, вот это вопрос. И вопрос это довольно хороший. Потому что потребность в безопасности проявляется из базовой тревожности человека. А базовой тревожности проявляется из того, что человек несколько себе не доверяет. То есть вы не можете себе доверять. Вы не доверяете себе. Вам довольно сложно опираться на себя, судя по тому, что мы видим. И именно из-за этого, именно от суда возникает вот эта вот история. Вот эта история, что вы хотите каких-то гарантий. Я бы сказал, я бы сказал, что в отношениях никакой гарантии быть не может. Я бы так сказал. Я бы сказал, что отношения в принципе устраиваются так, что в них нет и не может быть гарантий. Понимаете? Но если вы уверены в том, что эти гарантии вы хотите, если вы уверены в том, что вам эти гарантии нужны, вот, то человека для этого вы выбрали, конечно, неподходящим. Это первое, на что я хочу обратить ваше внимание. Второе, второе, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что описываемый вами опыт, я имею в виду опыт мужчины, вполне может быть реальным. Человек на самом деле может проживать тот опыт, который он описывал. Человек действительно может оказываться или оказаться для себя в такой ситуации, когда он хочет быть с вами, с одной стороны. Но в то же время, расстаться с женой, это означает расстаться с чем-то для себя привычным. Человеку может быть это страшно? Человеком может это пугать? И здесь вопрос заключается только лишь в следующем. Готовы ли вы это принять или нет? Достаточно ли в вас чувств по отношению к мужчине, чтобы принять его состояние? Никто не заставляет вас делать то, чего вы не хотите. Никто не заставляет вас поступать так, как вы не хотите. И за мной досмотреть на свои чувства к человеку. Какие, какие они, эти чувства? Если это любовь, если это тёплые чувства, то, на мой взгляд, вы можете принять и понять, что это происходит сейчас в мужчине. Что он находится в определённом кризисном состоянии. Конечно, вы не должны этого делать. Вы не обязаны этого делать. Если вы не хотите, то не надо. Но просто вот с этой позиции на эту ситуацию посмотреть можно и, как мне кажется, нужно. Дальше. Какие у вас, собственно, чувства к мужчине? Как вы его видите? Как вы его воспринимаете? Кто он? Иными словами, для вас. Какое значение для вас имеет? Как вы его видите? Как вы его воспринимаете? Что между вами общего? Есть ли между вами что-то общее? Что вас объединяет? На эти вопросы необходимо найти ответ. Потому что описываемые вами проблемы, описываемая вами проблематика появляется тогда, когда у людей крайне недостаточно общего. Когда у людей крайне мало общего, а их объединяет только взаимные ожидания, взаимные надежды, проекции и как бы как бы реального человека за этим как будто бы и нет. Если реального человека вы не видите, если вам не очень хочется понимать то, что происходит с вашим мужчиной, а вы воспринимаете произошедшую ситуацию на свой счет в контексте своей тревожности, в контексте своей ущемленности, в контексте своих страхов и неоправданных ожиданий, то опять же это больше говорит о том, что возможно к мужчине у вас нет тех чувств, которые вы видимо себе приписываете. Следующий момент. Вы пишете знаки внимания, цветы подарить, я испугалась, а потом расцвела. То есть вы описываете то, как менялась ваша реакция. Вы описываете то, как менялось ваше настроение, ваше отношение к мужчине. Что ж, это понятно. Но вследствие чего это происходило. То есть вы его любите, то есть у вас что называется к нему чувства, или вы испытываете привязанность. На мой взгляд конечно речь идет больше о привязанности между чем о любви, то есть о вашей потребности в чем-то с этим человеком. Особенно это указывает то, что вы как говорите расцвели с ним. Вот то, что вы с ним расцвели, говорит о том, что в нем вы в большей степени нуждаетесь, нежели чем. Испытываете к нему чувства, скажем так, любви. Это сейчас ни в коем случае не обвинение вас. Ни в коем случае сейчас я не обвиняю. Я просто говорю о том, как обстоят дела. Мне бы просто очень не хотелось бы, очень не хотелось бы, чтобы вы заблуждались. Мне бы очень не хотелось, чтобы вы одно выдавали выдавали бы как-то за другое, скажем так. Вот этого мне, пожалуй, больше всего не хочется. Вот. Поэтому я вам это все и говорю. Вы пишите значит, я ему не верю. И никакие слова его не могут меня убедить. Но это действительно так. В том смысле, что действительно, если вы ему не верите, то никакие слова вас не убедят. но с другой стороны, а должны ли вас убеждать какие-то слова? Ведь если вы не верите ему, это значит, что вы не верите в первую очередь сами себе. Это означает, что вы не доверяете себе, это означает, что вы не доверяете своим чувствам. Здесь речь идет совсем не про него. Вот. Поэтому очень важно, чтобы вы разобрались в своих собственных чувствах к человеку и доверяли именно сами себе, а не ему. вы правы в том смысле, что действительно ситуация может повториться. И если вы не готовы это принимать, если вы не готовы это принимать, то и не надо это в таком случае принимать. Но если вы чувствуете, что любите человека, если вы чувствуете, например хотите делать его счастливым, то я не вижу никаких проблем для того, чтобы вам быть вместе в этой непростой для вас обоих ситуации. Ситуация. Вот. В этой непростой для вас обоих ситуация. Вот. естественно все исключительно по желанию. по желанию. Вот. Естественно. Вот. Как-то так. Да. Само собой вас могут задевать какие-то элементы. Вас могут задевать какие-то элементы того, что происходит. И очень важно об этом говорить. Вот. Очень важно говорить о том, что вы чувствуете. очень важно говорить о том, чего вы хотите. Очень важно обсуждать эти аспекты. И вместе это проживать. Но опять же повторюсь, только если вы чувствуете к этому ресурс. ресурс. А если к этому ресурсу вы не чувствуете, то вы просто будете себя по большому это счету насиловать. И зачем это в таком случае нужно? Понимаете, да? Вот. Как-то так. Я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Ситуация выглядит на самом деле не так, как вы ее видите. В том смысле, что вы говорите про использование, про то, что вас используют и так далее. На мой взгляд, это следствие скорее вашего собственного отношения к себе. То есть, это следствие того, как вы себя видите. Я не думаю, что-то имеет отношение к реальному положению вещи. И, быть может, вам действительно, пока вы на это реагируете так болезненно, не стоит находиться в этих отношениях. Быть может, вам стоит сначала как-то поработать над собой и уже потом, когда и если вы это делаете, вот уже потом, может быть, решать, ну, решить вопрос о том, а хотите ли вы быть с этим человеком или нет. Я думаю, пожалуй, как-то так можно было бы вам здесь ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Конечно, конечно, огончательное решение принимать только вам. И если вы ну, как-то надеялись, да, если вы ожидали того, что мы дадим вам какой-то стопроцентный ответ на то, как обстоят дела, то, конечно, мне жаль, но вы будете разочарованы. Это было бы, опять же, нечестно по отношению к вам. Ситуация действительно неоднозначна. Ситуация действительно такая, что ее можно воспринять по-разному. И единственный вопрос, который задаю я, заключается в том, а уверены ли вы в том, что то, как вы воспринимаете эту ситуацию, вот, не связано с вашими личными конфликтами, с вашими, например, страхами, с вашими, например, сомнениями, с вашими, например, опасениями, с трудностями, допустим, самооценки вашей, и так далее. Ведь если это так, то проблематику нужно решать именно в этом ключе. А уже потом смотреть и думать, что делать дальше. решать вам, вам неприятно то, что происходит. Я думаю, что вы имеете полное право человеку об этом сказать. Я думаю, что вы имеете полное право говорить им о своих чувствах. Вот. А что делать дальше? Решать вам. и только вам. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работать.